Всем привет! Сегодня будет новая история жизни, а персонажем будет Ярик, у которого пути к бычок. Так что поехали! Водила привет нахуй, блять! Начнем мы с детства Ярика. Родился Ярослав Личман в 1994 году в маленьком селе Перерервенцы Дробовского района, Черкасской области, где и провел все свое детство. Одноклассники Ярика вспоминают, что он с детства был очень веселым и позитивным, любил шутить и прикалываться над сверстниками. Цитата одного из друзей Ярика. С ним никогда не было скучно, мог рассмешить до слез. После окончания школы парень поступил в Черкасское училище, где учился на пекаре-кондитере. После окончания он пошел служить в армию. После армии вернулся и переехал жить под Киев, в Борисполь. Там же он и начал пробовать себя в разных сферах работы. Грузчиком, сторожем, строителем. Ярик рос в семье с отчимом и еще двумя братьями. Семья не бедствовала, но работала не покладая рук. Они держали коров, сельское хозяйство. Сам Ярик ничего не боялся, вечно ходил побитые, вечно шрамы у него были, ему все было интересно. Популярность Ярик же обрел после видео, которое его двоюродный брат Толик выложил на YouTube в 2015 году под названием «Толик-видеорегистратор». Позже копии видео имели более известное название «Ярик-бачок-путик». Видео показано, как Ярик, сидя за рулем, лады-жигули начинает разгоняться и на большой скорости начинает въезжать в каждую яму, оставляя на дороге куски от машины. В этот момент Толик, сидя на пассажирском, видя, что творит Ярик, начинает ему кричать, чтобы он остановился и выключил зажигание. После того, как Ярик все-таки заглушил двигатель, Толик увидел, что у машины начал течь бензобак. «Почу в пути!» После увиденного, Толик начинает кричать на Ярика, чтобы тот быстро выходил с машины, которая могла бы в любой момент загореться от пролитого бензина вокруг нее. Видео кончается тем, как Толик говорит брату, что тот уже его достал, в грубой форме. «Пиздец, Ярик, нахуй, ты заебал!» Судя по этой фразе, Ярик творцаж устраивал не первый раз. После этого, видео заканчивается. Просмотр же видео начал собирать после того, как попало в шоу «Плюс 100 500», где я окончательно завирусилась по всему интернету, набирая свою популярность, как и герои этого видео. В 2022 году Ярика и его брата призвали на фронт, даже несмотря на то, что у Ярика были проблемы со здоровьем. К сожалению, в ноябре того же года Ярик погиб на войне под Николаевым в возрасте 28 лет. Но юрный брат же Ярика все еще служит и находится на фронте и по сей день. Вот такая вот история жизни Ярослава. На этом все. Надеюсь, мы еще увидимся, если канал еще будет существовать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok